Это город Эс, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Традиция благотворительности возникла с самого начала становления православной церкви в Древней Руси. Ее духовной основой являлись божественные заповеди любви к ближнему и милосердия к страждущему. Еще в 996 году уставом князя Владимира Святого социальное презрение было отдано под покровительство церкви. И сегодня в Русской Православной Церкви только на территории России действует около 3000 социальных проектов. Среди них более 40 приютов для стариков, 60 реабилитационных центров для наркозависимых, 18 приютов для беременных и женщин с детьми, 90 приютов для детей-сирот, 61 церковный приют для бездомных. О социальных проектах на территории Самарской области поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в городе Алексей Гладун, настоятель храма в честь трех святителей и руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской епархии. Добрый вечер. Об истоках заговорила не случайно. Столько лет прошло и, в общем-то, они ины не там, как говорится. Скажите, пожалуйста, если 3000 социальных проектов на территории страны действуют, то на территории Самарской области в настоящее время сколько в работе серьезных социальных проектов? Ну, я думаю, что порядка 10 крупных, это точно действуют они на территории нашей области. Часть производится под руководством непосредственно нашего отдела, часть проектов идет на приходах непосредственно. Это и мы говорим о крупных проектах. А так вообще, собственно говоря, сложно найти город, где не был какой-то социальный проект или населенный пункт, где церковь какую-то работу социальную не вела. А кто инициирует эти проекты? Откуда это исходит? Ну, в основном, это, конечно же, настоятели церквей, которые от всего сердца хотят помочь ближнему исполнять заповедь любви к ближнему. И это естественное поведение. И многие люди, которые посещают храм, тоже с такой инициативой обращаются. Вот у нас, у меня на приходе такая ситуация появилась, там группа ДЦП, мы сегодня с ней будем, наверное, выговаривать. Она как раз возникла по просьбе людей, которые посещают храм. Поэтому это и от священников идет, и от прихожан. — 202.11.22, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, связанные с благотворительностью, пожалуйста, звоните к нам в студию. Я прочитала у вас на сайте вот такую фразу. «Цель деятельности отдела — умножение любви в служении ближним». Вот можно было бы как-то это прояснить, так немного сложно для прочтения. Немного сложно для прочтения. Но цель благотворительности — это не только оказание помощи, хлеба насущного, необходимого для жизни, какой-то материальной помощи или лекарственной помощи, или еще что-то. Но прежде всего это проповедь этого служения и расширение этого служения среди других людей. Мое руководство со правилом, которое высказал апостол Яков, который сказал, что вера без дела мертва. И поэтому «Добрые дела» являются лучшим наказательством нашей христианской веры. Поэтому мы стараемся как можно больше людей привлечь по возможности к этому служению, чтобы многие люди узнали об этой деятельности и обратились ко Христу. Вот. Ну, примерно так этот девиз можно понять. Я думаю, что, наверное, стоит поговорить конкретно о, как минимум, нескольких из ваших проектов, чтобы было понятно, что и почему происходит. Ну, вот, в частности, существует не в России, а в мире, да, скажем, такая проблема, как наркомания. И проблема – это из разряда тех, которые невозможно решить. То есть, вот, ну, нельзя сделать так, чтобы все, раз, как-то что-то произошло и исчезла наркомания. К сожалению, была, есть и, видимо, еще будет. Значит, и человек, который все-таки принимает решение расстаться с этой зависимостью, решения этого недостаточно. Потому что, ну, как говорят медики, наркомания не лечится, да. Вот по поводу реабилитационного центра для наркозависимых расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, я хотел бы все-таки оспорить, лечится или не лечится, да. Руководителям наших центров уже много лет, больше 20 лет в ремиссии находятся, да, не принимают наркотики. Я считаю, что это исцеление на самом деле. У нас в структуре социального дела существует реабилитационный центр, он не один. Вот, у нас реабилитационный центр, один из реабилитационных центров, который непосредственно управляется Самарской епархией, это центр возвращения. И у нас есть несколько центров, которые очень близки к нам по духу. Это восстановление личности в Чапаевске, которая тоже на православной традиции строит реабилитацию. Это реабилитационный центр в честь преподобного Арсена Феопсинского, нашего земляка, и Новосибирский реабилитационный центр «Линия жизни». Организован по благословению митрополита Новосибирского, много лет мы их знаем, и они открыли филиал у нас здесь. Они все окормляются у нас, посещают занятия, наши священнослужители приходят, их исповедуют. То есть, фактически в любом крупном городе области можно получить помощь для тех людей, которые желают приобрести реабилитацию. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что далеко не все верующие из тех, кто приходит реабилитироваться в этот центр? Конечно. Но это не проблема. Это не проблема. Есть несколько нюансов. Первый нюанс – это документ, который руководствует церковь. Есть социальная концепция русско-православной церкви. Она подразумевает, что русско-православная церковь оказывает помощь всем нуждающимся без разлица возраста, вероисповедания и всего остального. То есть, мы не делаем вариант «ты не крещён, значит, не пойдёшь на революционный центр». Это совершенно не так. Второй нюанс – так как реабилитационная программа строится на православной аскезе, то, соответственно, человек, который приходит, он сам всё равно понимает. Мы зовём человека на реабилитацию, но призываем его быть сработником вместе с нами. Это очень тяжёлый процесс. И поэтому без человеческой воли, без его желания ничего не произойдёт. Поэтому, когда человек приходит, он сразу знает, какие у нас условия, какие у нас требования. И он, если согласен, затем он остаётся. Если нет, он не остаётся и уходит. Вы со мной не согласились по поводу того, что излечиться нельзя? Медики говорят, нельзя. Тем не менее, длительный период ремиссии после ваших центров – это не единичные случаи, скажем так. Ну да, в прошлом году 10 человек. За счёт чего, каким образом происходит реабилитация? Это древний христианский принцип. Он был сформирован ещё в эпоху зарождения монашества. Ореат лабора по-латински. По-латински это звучит – молитва и работа. Принцип реабилитации заключается в постоянной духовной деятельности и в физическом труде. Духовная работа какая? Ну, это, естественно, ежедневные молитвы обязательно. Обязательно участие в таинствах церкви. Это исповедь и причастие тела крови Христа. Вот в прошедшее воскресенье собор, сейчас ребят приходили. Это исповедь предсвященникам не только в церкви, но и в революционных центрах. У нас есть духовник, который приходит и исповедует, с которым они обсуждают какие-то проблемы, какие-то вопросы задают, решают. Священник подсказывает, как бороться со страстями. Потому что, конечно, эти люди зачастую азбуки даже христианской жизни не знают. Ежедневно приходят собрания обязательно, утром и вечером, на которых одна из тем – это евангельское чтение, обязательно из Нового Завета что-то разбирается. Вторая тема – это духовно-нравственное какое-то поучение. Мы берем эстетические творения, они читают, объясняются, рассказывают. То есть человек, можно сказать, катехизируется во время пребывания в революционном центре. Ну и, естественно, работа. Без работы невозможно делать, особенно те люди, которые подвержены этой страсти, наркомании. Это люди, которые постоянно в каком-то поиске, им постоянно что-то надо. И без дела им сидеть никак невозможно. Сразу же дурные мысли лезут в голову. Вот, и они начинают срываться. Вот, и если мы обратимся к светоотеческому опыту, то главнейшим способом борьбы с унынием, уныние – это страсти или как депрессия сейчас называют, да, одно из проявлений уныния – это депрессия, это рукоделие, называется светоотцем. Поэтому какая-то работа, физическая работа, она помогает и тяжелое психологическое состояние перенести. Обычно реабилитация проходит в несколько этапов. Сначала человек просто присматривается, живет, смотрит, как устроена жизнь в центре, какие обычаи, что нужно, необходимо делать. Потом за ним закрепляется старший человек, кто ему помогает встроиться в жизнь в центре, ходит с ним на работу, следит, как он проводит время, подсказывает, разделяет с ним работу, ну и, собственно говоря, и кушает вместе. Они практически все время вместе находятся. Вот, и если человек в течение полугода выдерживает это все, он уже сам может становиться старшим. Находится ли человек там за замками, железными решетками? Нет. Нет. Дело в том, что, ну, как бы, главная решетка – это человеческая воля. Ну, смысл закрывать человека, если он уйдет все равно. У него это невозможно и не нужно, да, и нарушение еще и законодательства, на самом деле. То есть нет, у нас отрытый центр, человек может в любой момент уйти, если он захочет. Но вернуться будет уже намного сложнее. Мы, если человек один раз уходит, обратно принимаем, а второй раз уходит, мы уже не принимаем обратно человека. Без исключений? Ну, редко очень исключения бывают. Каков возраст ваших реабилитантов? С 18 лет и до пожилого возраста. Большая часть – это все-таки люди, перешагнувшие порог 25-30 лет, которые уже на дне жизни наркоманов побывали и поняли, что это путь уже к погибели, и надо что-то с этой ситуации делать, исправлять свою жизнь. Для тех, кто только что подключился к нам, сегодня в городе Эс Алексей Гладон, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Самарской епархии. И для того, чтобы сейчас перейти к разговору о следующем проекте, я хотела бы, чтобы мы посмотрели небольшой видеоматериал. Иван пополнил армию бездомных не так давно. Все произошло незаметно. Конфликты в семье, непонимание родных, и вот он уже на улице. Говорит, что раньше и представить не мог такой жизни. Сам частенько подавал уличным бродягам. Сегодня он один из них. Люди живут на вокзалах, в гаражах. Мы вот сейчас живем в заброшенном домике. Там холодно, правда, но когда надо дышать, нормально. И приходится выпить изрядное количество, а то замерзнет. Эту зиму Ивану и его коллегам будет пережить немного легче. У них теперь есть новая теплая одежда и немного лекарств. В автобус помощи бездомным сегодня обратились около 40 самарских бомжей. Это проект Русской Православной Церкви и благотворительного фонда помощника-покровитель. Его бригада колесит по российским городам. Людям, которым некуда пойти, они оказывают первую медицинскую и гуманитарную помощь. Насмотрелись разного. До того, когда я работал с бездомными, мир казался мне другим. Бездомные помогли мне лично, во-первых, снять какие-то, может быть, розовые очки, потому что я пришел когда работать, это я только закончил университет. И я еще не представлялся так, какова реальность. Бригада автобуса «Милосердие» называет свой проект «Андронным коллайдером». Так много маленьких частичек большой страны оказываются вовлеченными в его орбиту. Кто-то из великих сказал, чтобы оставаться человеком, нужно, чтобы было больно, когда бьют другого. Сегодня же чаще берут вверх понятие «не моя проблема и нежелание напрягаться», а посередине этих фраз умирает человек. Человек, даже не сильно ударяя по своему бюджету собственному. Поэтому пока у нас не так много тех людей, которые вместе с нами трудятся на этой НИВЕ. Но здесь, увидев, может быть, этот репортаж, кто-то задумался над этим. Мы хотели бы как можно больше, конечно, пригласить к этому служению. Никакого труда, чтобы его организовать, практически не надо предлагать. Разумеется, невозможно решить проблему бездомных благотворительной помощью. Только ведь, помогая другим, мы помогаем себе. И если хотя бы кто-то из запускающихся на дно поймет, что он кому-то нужен, падение вниз может прерваться. Дай Бог здоровья тем, кто заботится о нас. А много таких, кто заботится о вас? Ну, я не знаю, за это полтора месяца. Это куманитарная акция, которую мы видели в сюжете. Акция разовая. Приехал автобус, облагодетельствовали, сколько удалось в этот раз. Автобус уехал. Но, насколько мне известно, проблема бездомных – это ваша ежедневная забота. Ну, на самом деле, со временем этого сюжета много изменений произошло. И, слава Богу, мы теперь имеем возможность совершать кормление нуждающихся ежедневно. Вот, теперь, вот то, что мы видели в сюжете, разовая акция, она сейчас переросла в ежедневную. И не только на этом месте, там же на Неверу 39, а вот где эти съемки происходили, мы совершаем кормление. И еще в Кировском районе у нас есть возможность теперь, мы в двух местах совершаем кормление нуждающихся ежедневно. Какова армия вот этих ваших подопечных? Ну, ежедневно 30-40 человек всегда, наверное, есть. Достаточно сильно зависит от погоды. Вот, когда холоднее становится, больше людей становится. Когда потеплеет, чуть-чуть поменьше. А насколько текуча вот эта группа людей? Насколько часто они там меняются? Вообще как-то... Если честно, даже не знаю, как ответить. Потому что сам я непосредственно в кормлении практически никогда не участвую. Потому что происходит в середине рабочего дня, не всегда успеваешь. Вот, но, насколько я понимаю, примерно все равно одни и те же люди приходят. А те, кто узнает, они присоединяются. Достаточно легко это им сделать и узнать. Вы сказали, что вы бы хотели привлечь к этой проблеме, к этой акции как можно больше людей. А вот кто, какими силами происходит кормление? Кто это делает? Кто это делает? Это вот как раз одна из частей нашей реабилитации. Это насильники реабилитационного центра делают. Вот мы совместно с благоценным фондом «Перспектива». У них тоже есть реабилитационный центр. И вот в Самарской епархии мы продолжаем проект, который называется «Пять хлебов». И силами реабилитантов это кормление и совершается сейчас. Они готовят, они привозят, они убирают затем после окончания кормления. Они и тех людей, которые хотят как-то побороться с этой ситуацией жизненной, забираются к себе. Вот Анна Дорофеевна, руководитель благоценного фонда «Перспектива», она помогает восстановить документы им, если это необходимо. То есть, слава богу, такая возможность появилась у нас. Мы имеем такую возможность трудиться. А так, я знаю и другие приходы, не только в нашем городе, в Тольятти, в Сызране происходят. Это действительно несложно, как я и говорил в сюжете. Ну что, сварить макароны и добавить туда банку тушенки, потом в одноразовую посуду кому-то раздать, это несложно. Просто надо преодолеть брезгливость какую-то. Человеку брезгливому сложно это сделать. Те, кто не брезгливо, они легко могут это сделать. Но для нас, для реабилитационных центров, это, прежде всего, воспитательная работа. Это часть реабилитации. У нас обязательно все участвуют в нем. Не сразу, не одновременно, но по очереди они все бывают на этом. Для них это как некое понимание, что в их жизни произошло очень много хороших изменений. Они были в такой же точной ситуации, а теперь они этим людям помогают. Это очень стимулирует человека вдохновлять и дает такой импульс для продолжения реабилитации. Мы часто посылаем как раз тех людей, которые уже какое-то время прожили в реабилитационном центре, два, три, четыре месяца, когда уже начинается борьба, когда уже и чистота вроде есть, уже давно ты не принимаешь никакие наркотики или алкоголь, а в голове-то все еще бурлит, сердце не свободно, страстей. И вот тогда мы как сладкую пилюлю даем побывать на кормлении бездомных. Они уже оттуда с другим сердцем возвращаются с радостью, что они не там и могут помочь этим людям. Это очень важно. Вообще, как бы вот личностный рост, да, такое вот, как выражение, не совсем церковное, тем не менее, очень важно в реабилитационном процессе. Поэтому вот кормление нуждающихся мы как мощное такое оружие для реабилитации используем. В нашем архиве есть еще один материал об одном из ваших проектов. Давайте посмотрим. И тем более, что, очевидно, также произошли большие изменения с момента выхода материала. Пришла за Мишуткой. Первый день ничего, второй день даже говорит, идти ко мне не хочет. Да, лазит, ходит, то на худунках, то здесь. В общем, ну, мы довольны. Мы, например, очень довольны, что есть такая группа. Все. Все, спасибо большое. Мишеньке 4 года. Он не умеет ходить и говорить, часто болеет и не идет ни к кому, кроме мамы и бабушки. До недавнего времени он знал только их. У мальчика детский церебральный паралич. Сегодня все изменилось. Да, конечно, конечно, мой родной, конечно. Ой, бабуль, ты жал. А началась эта история полтора года назад, когда в приходе храма в честь трех святителей появилась женщина с двумя близнецами. Мальчики родились с диагнозом ДЦП. Отец, узнав об этом, ушел искать лучшие жизни, и весь груз забот лег на плечи их мамы. Она оставила работу и посвятила себя детям. Такая самоотверженность поразила настоятеля храма отца Алексея. А следом пришла мысль открыть группу для детей с диагнозом ДЦП. Покушал? Спасибо, скажешь. Спасибо. Ни одна семья, где появляется ребенок с ДЦП, не может быть готова к подобного рода испытанию. Для родителей это шок. Состояние полнейшей растерянности и непонимания, что делать дальше. В Самаре есть реабилитационные центры для таких детей. Но это не садик. Там нельзя оставить ребенка. Самое главное, чтобы мамы еще и бабушки не боялись нам их оставлять. Это тоже очень важно. Бояться? Бояться. Пошли. Чего? Оставаться больше у нас? Да, пошли там. Эх, тут вот у дяди интересное что-то. Ой, штука интересная. Пошли. Таких детских садов, как этот, в Самаре больше нет. В России есть один. В Москве. «Я чувствую огромное утешение от того, что у нас получилось», говорит протоиерей Алексей Гладун. Группа начала делать лишь первые шаги, а планов впереди великое множество. Она станет настоящим центром помощи и любви. Наверняка многое изменилось, но наверняка не изменилось то, что таких групп в России так и две. Или все-таки уже сейчас? Пока две, но, наверное, ситуация изменилась. Две недели назад мне пришло письмо из Альметьевска, там открывают группу подобную, попросили нам помочь с этим. Мне, конечно, себя хвалить очень легко. Мне кажется, сложно. Ну, сложно, да, но приятно. Действительно, у нас группа продолжает существовать, слава богу, и я надеюсь, она и продолжит свое существование. У нас приятная новость какая была. Одним из лучших проектов Русской Православной Церкви признан наш проект. Православная инициатива нас оценила очень высоко, конкурс грантовый. И многие узнали об этом. Вот первая ласточка, это вот люди из Альметьевска прислали письмо. Мы ведем сейчас переписку, приедут, наверное, к нам, чтобы мы поделились с ними опытом, и они хотят точно такую же группу открыть. Ну, вот не случайно же женщина в сюжете со слезами на глазах рассказывала об этой группе, потому что, и я, кстати говоря, неоднократно видела людей, которые просто в безвыходном положении, с таким ребенком, которого не берут никуда, его оставить нельзя нигде. Достаточно ли вот на уровень Самары ваших усилий? Нет, конечно, нет. Дело в том, что действительно проблема существует. Таких детей большое количество, к сожалению. Но оно в любом обществе, да. Мы не знаем, почему ребенок развивается в СТП. И, конечно же, это всегда крест для семьи. Всегда. Никогда это не радостное событие. Конечно, все переживают. И духовно, нравственно, тяжело. А потом материально становится тяжело. Потому что средства реабилитации, они стоят уверенных денег, в общем-то. И все лечение, отдых, даже обыкновенные экскурсии очень сильно бьет по бюджету семьи, которая вообще, в принципе, в большинстве своем, к сожалению, неполноценна. То есть желающих все-таки больше, чем по кругу, можно принять. У нас очередь, да. Очередь у нас так существует, да. Эта ситуация, к сожалению, не меняется. И ротация происходит, дети меняются после года посещения. И эта очередь никуда не девается. Я боюсь, что никуда не тянется. Ну, излишним, может быть, будет говорить, что приводят к вам таких детей бесплатно. Конечно, безусловно, бесплатно. Мне кажется, что вот список этих проектов, постоянно действующих на территории епархии, в этом году так ворвалась, да, еще одна проблема, это Украина, и наверняка вы не остались в стороне. Что в связи с этим было сделано за прошедший период? Ну, не только не осталось в стороне. Мы, на самом деле, первые, кто принял на себя этот поток. Я имею в виду православная церковь. Мы за две недели до организации, вообще штаба начали принимать. 9 июня первые беженцы к нам обратились, вот, с Украины. У нас до сих пор действует гуманитарный пункт, где люди могут получить все необходимое для жизни, по крайней мере, на первое время. На самом начале были проблемы с оформлением документов, но и со всем остальным. Слава богу, у нас, я вот много раз говорил, брали интервью, мне еще раз хочу сказать, у нас очень хорошо сработал город, область вообще. Очень быстро были приняты необходимые решения, был сокращен срок регистрации, вообще отработали очень хорошо. Вот, и я был в оперативном штабе, вот, в областном, и решения принимались очень быстро и очень хорошо мы работали. Вот, ну, через наш центр прошло порядка 6,5 тысяч семей. Практически все, кто приехал, они обращались к нам за помощью, только те люди, которые в отдаленные районы, как-то до нас не добрались. В день у нас обращалось порядка 22-25 семей, то есть порядка 100 человек ежедневно обращался в гуманитарный пункт, вот, он был завален вещами, самарцы оказались очень отзывающими людьми, громадное количество было помощи собрано, громадное количество мы собрали гуманитарную помощь, которая в Донецкой Народной или Луганской Народной Республике были отправлены. Вот, у нас моя помощница Анастасия только что вернулась из очередной гуманитарной поездки, 13-я машина уехала, больше 120 тонн грузов были. Люди до сих пор спрашивают, нужна ли еще какая-то помощь, можно ли сейчас использовать. Да, 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 сейчас не так много, ну, вот сейчас, допустим, 3-4 семьи, наверное, когда-то даже меньше, когда-то чуть больше приходит. То есть сейчас острая проблема снята, потому что есть вакансии, легко получить статус убежища, да, и устроиться на работу. Горожанам не нести к вам вещи? Очень много вопросов бывает. Нет, мы собираем, почему нести. Дело в том, что сейчас больше акцент сместился именно вот на помощь Донецку и Луганску. Там всегда очень все необходимое. То есть в храм можно обратиться? Да, 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 у нас каждый день приносят. Я очень всех благодарю, кто... Я говорю, это на самом деле громадную сумму денег было собрано, если перевести то, что было передано Донецкой и Луганской народной республике. Допустим, предприниматели оплатили трансформаторное масло, его на заказ делали, да. Несколько подстанций были установлены благодаря усилиям самарцев. А что такое без электричества, мы, наверное, все прекрасно понимаем. Громадное количество лекарств и дорогостоящих лекарств было передано. От последнего поездка, 13-го, крайняя, да, это гуманитарный груз был составлен в основном из лекарств. Все, кто помогал, они все верующие? Я думаю, что нет. Я думаю, что это общее дело вообще всех людей сплотило. Еще немного... Ну и церкви много, ну очень много религиозных, епархия очень много денег собрала. Меск миллионов. Еще немножечко у нас есть времени, может быть, успеем поговорить о перспективах? Да, конечно. Что сейчас планируется? Ну, самые ближайшие планы, если Бог даст, они реализуются. Это проект, который называется «Дом для мамы». Он широко поддерживается сейчас синодальным отделом нашей православной церкви. Это социальная гостиница для мам с детьми в тяжелой жизненной ситуации. Поссорилась с сожителем, с мужем, с гражданским мужем, выгнал. Жить негде, работа нет. Проблема, она востребована? Она востребована, конечно, очень серьезно востребована. Ну, каждую неделю я точно сталкиваюсь с такой проблемой. Каждую неделю. И очень много женщин и из Средней Азии бывает, и из других областей. Вот из Челябинской области недавно мы помогали женщине. Вот, слава богу, как раз и говорил, о становлении личности. У нас есть революционный центр, там прописали ее, дали возможность прийти в себя. Списалась с родителями, вернулась. Вот в Челябинске живет, слава богу. Месяца три назад прошло. То есть это очень актуально. Очень актуально. И что еще в ближайшее время? Может быть, что-то планируется по поводу помощи многодетным семьям? Да, и вот... Как правило. Да, да, да. И вот хорошо, что мы заговорили о многодетных семьях и малобеспечных семьях. Вот мы сейчас совместно с благотворительным фондом Фудбанк, который называется Фудбанк, это банк питания. Это не банк, где деньги. Да, не банк, где деньги, да, а банк питания. Мы проводим акцию. У нас 19-го числа, 19-го марта, в храме в честь Жон Мироносец, который на проспекте Масника находится. Мы начнем раздачу, бесплатную раздачу для малобеспечных семей. Завтраков, сухих завтраков. Ну, хлопья. Вот, у нас, к нам передано порядка 20-ти тысяч таких сухих завтраков. Машина вот 19-го числа должна приехать. Вот, и семья может получить на каждого ребенка по месячной норме вот этих завтраков. Совершенно бесплатно. Такая поддержка вот небольшая. Отец Алексей, ну, на все эти проекты ведь требуется большое количество средств. Все равно, с какой стороны, не смотри. Ну, требуется, конечно. Требуется, конечно. Вот, я думаю, что противники сейчас скажут, где же церковь берет деньги. Где церковь берет деньги? С одной стороны, нас упрекают в том, что мы берем деньги, с другой стороны, что мы тратим деньги, да? Ну, все проекты, в основном, они реализуются за счет средств самарской епархии, естественно. Жертвуют люди, помогают. Ну, то есть, это люди, которые хотят участвовать в благотворительности? Да, конечно, да. Это люди, которые покупают свечи, иконы, книги в церковных лавках. Люди, которые оставляют свои пожертвования в ящиках церковных. Спасибо, но я думаю, что можно закончить, наверное, только одной фразой. Счастливым можно быть, лишь делая счастливыми других. Спасибо огромное. Спасибо за участие в нашей программе. Увидимся в городе Эсс. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин